Всем привет! С вами снова славный дружиобломов. Сегодня мы сделаем такой лайтовый, славный обзорщик на заведение, которое называется Заря. У него, я так понял, нет своего сайта. Собственно, подаются там завтраки. Я сейчас расскажу, что я думаю про завтраки, но тем не менее. Корнер с завтраками в гастрономическом пространстве Балаган. Окей. Проект открыл Андрей Перцев. Понятия не имею, кто это. Хотя, с другой стороны, я вообще понятия не имею, кто кто. И никто не знает, кто я такой, поэтому вообще пофиг. Известный по таким ресторанам, как... Андрей Перцев. Известный по таким ресторанам, как Огниво, Грин 28 и Литера Джи. Но, как говорится, хоть кто-то нашел Литеру Джи из нас, мужиков. Ладно, извините, извините, мой юмор говнище полный. Окей. В Заре предлагают блюда на каждый день, а раздел завтраков поделили на секции. Яйцо сытно, круассан и хлеб сладкое. Готовят крем-супы, овощные салаты, котлеты и пасту. Из напитков... Кто пасту? Кто макароны с утра ест? Ну ладно, окей. Из напитков наливают кисель, свежевыжатые соки и кофе. О, звучит на самом деле довольно-таки вкусненько. Я скажу, что я думаю про завтраки. Дорогие друзья, любой неумственно отсталый, кто угодно, включая диетологов, вам скажут, что есть нужно на ночь. По одной простой причине. Ты спишь, и у тебя все переваривается внутри. Если с утра ты съедаешь кашу, например, вот ты с утра встал, и тебе нужно идти что-то делать, а у тебя внутри куча углеводов всяких, сладких каких-то, круассанов, там, омлетов, белковых, еще что-то. У тебя вся кровища от откуда угодно, включая мозги, отливает к кишочкам, чтобы заниматься перистальтикой, высасывать оттуда питательные вещества, и ты начинаешь тупить. Именно поэтому существует поговорка. По закону Архимеда, после вкусного обеда полагается поспать. Поэтому ни один нормальный человек не ест с утра. Все едят на ночь. Вот ты ночью поел, оно всю ночь переваривается. И с утра вот то, что все высосанные вещества, которыми ты напитался, восстановился и всякое такое, они дают тебе функционировать целый день. Жарко в этой шапке. Так вот, я с утра не ем ничего. Я выпиваю чай с одной печенькой. Вот одна печенька, она меня не грузит. Но если я с утра поем завтраки, типа сэндвичи, какие-то клап-сэндвичи, круассаны, омлеты, еще что-то. Вот я только проснулся, мне нужно что-то делать, а я еще 2 часа сплю. Любой нормальный диетолог вам скажет, что есть нужно только на ночь. Потому что ночью ты лежишь и перевариваешь. Я надеюсь, я тут объяснил. Давайте посмотрим, какие завтраки. Но я никого не осуждаю. Шучу, я осуждаю. Есть нужно на ночь. Но многие люди обожают завтраки. Например, мой хороший знакомый Константин Кадавр. Вы же с ним все время тестили завтраки, нет? Завтраки? Во Вьетнаме кто тестил? То есть с Димой, то ли завтраки. А, с Димой они встают ни свет ни заря такие. Поедем на фудкорт, есть завтраки. Извращенцы вонючие. Ну ладно, хорошо. Самый важный прием пищи, так еще пончик говорит. Ты его видел? Ты видел пончика в мультике? Что он кушает много, кушает пусто. Ага, пауэрлифтер на массе. Короче, пончик, пончик из мультика, вот скриншот. Вот этот чувак говорил, что завтраки важные. Вот хотя бы вот эта вот картинка должна вам говорить о том, что он был, сука, неправ. Не будьте как пончик, ешьте на ночь. Спасибо. Вижим питание нарушать нельзя. Вообще, народ, чтоб вы понимали. Сейчас сколько? Сейчас 8 вечера, и я вот сейчас собираюсь есть. Вы знаете, когда я ел последний раз? Вчера. Я поем на ночь и лягу спать и переваривать, как нормальные делают люди. Все. Погнали. Так, огромное спасибо нашему сегодняшнему спонсору. И, само собой, давайте посмотрим, что там приехало. Еда на стол. Так. Неплохо. Пакетик у них, видимо, для всего гастрономического пространства. Полиэтиленовый. Внутри бумажный. И все здесь вот такое. Нихрена не подписано. Непонятно, что где. Ну, хотя бы чек приложили. Уже хорошо. И здесь счет прям конкретно протекло. Прям наподливилось. Не то, чтобы очень критично. А, ну, хотя бы... Я вижу, что надписан круассан с лососем. Так. А, ну, ладно. Окей. Еще надписаны соусцы. И, если честно, это уже неплохо. А здесь вообще что-то холодное. Ну, ладно. Комплектация отстойная. Очень маленькая. Самая дешевая. Ну, да ладно. О, хлеб к крабу. Здесь есть хлеб к крабу. Подожди. Окей. Вот какие-то соусы подписаны. Вот. Сметана. ПТП. Тост. Что-то там. Тут можно определить. Здесь. Что здесь написано? Сейчас можно я посмотрю в этот лачко. Сметана. 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 Окей. А здесь ничего. Это... А, все. Это икра. Это и так понятно. Видимо, каким-то блинам. А это черничное варенье или что? Конфитюр. А, конфитюр. Ну и... Зашибись. Итак, дамы и господа. Начнем мы с круассана. Круассан с лососем выглядит неплохо. И лосось выглядит неплохо. И круассан выглядит неплохо. Да, эта штуковина стоит 580 рублей за якобы 210 грамм. Мне кажется, что... К нему нету ничего. Не, ну это немножко печально на самом деле. Но, ну, блин, тут как сказать, я не знаю, конечно, наверное, лосось шеф-посола. Я, кстати, солю лосось лучше, чем все во вселенной, если что. Спрашивайте, обращайтесь, видос будет. Или уже вышел, не знаю, мы уже сняли. Давайте посмотрим. У нас есть вот такое вот, ну, неплохое количество лососца. Ну, то есть он прям немножко навален. Там немножко, что это, помидорчики или перчик? Помидорчики вроде. То есть, в принципе, все это выглядит вполне себе достойно. Осталось только вот так вот зафигачить и откусить. Ну, это отличный, нежный, мягкий круассан с лососем. Да, он ни в коем случае не свежевыпеченный. Потому что, наверное, это завтрак, а не запекают его ночью. Надо было с утра заказывать. Лосось не недосолен, не пересолен. Баланс великолепный. Ну, ладно, я буду с вами честен. За 580 рублей, конечно, я бы это не купил. Потому что я вообще не завтракаю. Но это неплохой круассан с лососем. Ладно, окей, я должен попробовать отдельно кусочек лосося. Не что-то ультра-свежайшее, но неплохо. Ну и давайте будем честны. Сочетание слоеный круассан, такой маслянистый, в хорошем смысле слоеный за счет масла, творожный сыр и лосось, это хорошо. Не знаю, само собой, с доставкой я бы это никогда не заказал. Но будь я побогаче, я бы заходил туда, если бы жил рядом, я бы заходил такое с кофейком с утра поесть. Если бы я завтракал, а я не завтракаю. А следующий пункт у нас это запеченная бриошь с пастрами. Блин, обожаю пастр. Черт подери, это все неплохо выглядит. Нет, прям такое вот порционное, две вот такие штучки пастрами видно, вот прям видно. Давайте взвесим, я подозреваю, что здесь везде будут мега недовесы, не знаю почему. Ну ладно, бьешь пастрами. 260 грамм, я вот чувствую, что здесь нет никак 260 грамм. А, да, извиняюсь, все надписано. Они просто не написали на фольге ничего, поэтому если вы закупаете это в офис, вы берете, вы не знаете, что там, пока вы не распакуете фольгу. Но готов с этим мириться, пофиг. Так, давайте посмотрим. Ничего не отслоилось, ничего не супер влажное. Бриошь мягенькая, ее сделали, судя по всему, в вафельнице. И потом присыпали недорогим пармезаном, но я вижу довольно много пастрами. Давайте попробуем. Довольно вкусная, черт подери, штука. Но стоит она, конечно, 460 рублей. То есть, если вы готовы отдать условную пятихатку за круассан, 580, да, или за вот эти вот бриоши, они мягенькие, прям вот, вот прям мягенькие, пастрами, сочнейшие. Единственное, зачем-то кинзу натолкали, я не знаю. Далеко не все люди любят кинзу. Далеко не все люди уважают кинзу. Но это такой фэнси, горчичку чувствую, фэнси сэндвич с колбаской, понимаете? Да не, на самом деле это приемлемо для тех, кто завтракает. Наконец-то, друзья, то, чего я так долго ждал, драники. И это драники с икрой. И икры положили прям неплохо. И у нас выбился свет. Ничего, сейчас подрубим. Итак, свет мы подрубили назад, поэтому все зашибись. Дранички. Эти чудесные дранички должны весить 280 грамм. Ничего там нет по громовкам, полная лажа. А стоят почти 700 рублей. Но и икры навалено, мое почтение. Давайте сначала попробуем сметану. Здесь какая-то сметана, видимо, еще с какой-то добавкой. Попробуем. Очень странно, Машунь, что это? Ощущение, как будто землистый такой аромат. Что это за... Что они туда добавили в сметану? Мне вот очень интересно. То ли трюфель, то ли активированный уголь. Аромат на копченую сметану. То есть... А, вот я и сказал, как активированный уголь. Они ее закоптили, то есть они какую-то копченость туда добавили. Ну ладно. А, ну ладно, пофиг. Конечно, все это дело уже не горячее. Но осталось сделать вот так. Вот так. Ну, сметана реально подкопченная. И здесь, да, нормальные икры. Я вот поставлю... Ставьте лайк, если вам нравится, как мы снимаем. Икры идет на каждый драничек. Прямо мое почтение. Не типа какой-то плевотик полюсенький там. Треть чайной ложечки. А прям хорошая чайная ложка с горки идет на каждый драник. Ну, а и стоит это, соответственно, 700 рублей. Давайте попробуем этот драник. Окей, понятно. Смотрите, драник отличный. Но заказывать его с доставкой будет только умственно отсталый. Само собой, оно уже все вот такое вот мягкое. И он был, видно, что корочка была. Была. Но это нельзя доставлять. То есть, если бы я был богатым чуваком, ну, богаче, чем я сейчас, я бы вот копченую сметанку и драничек хрустящий горячий, и еще, чтобы икорки было вот так, я бы пришел и поел, если бы жил рядом. Но если ты это заказываешь с доставкой, то ты дебил. У тебя холодный уже... Ну, оно... Оно никак... Ну, это невозможно, понимаете? Хотя я уверен, что когда это готовили, там, условно, час назад, это было очень вкусно. А у нас дальше идет тост с лососям. О, шит. О, май га. Я вижу каперсиночки. Я вижу соусец. И да, надписан соусец, что он к тосту с лососем. Выглядит все, если честно, более чем достойно. Другое дело, что... Дайте угадаю. Итак, тост со скрэмблом и лососем. 180 грамм. Здесь может быть. Может быть... Окей. Да, еще с соусом. Здесь вот оно тяжеленькое. За счет яиц. Давайте попробуем сначала соус. Очень напоминает эта штуковина Виттелло Тоннато. То есть что-то кисленькое, сырно-пармезановое, прикольненькое. Я бы пробил сильнее, но очень вот это Восчерширски пикантная штуковина. Единственное... Да! Эта штука влажная. Влажная. Ее нужно было класть. Какую-то бумажку, еще что-то. Но это не серьезно. Попробуем. Народ, скажу честно. Это было багическое блюдо. С багическим соусом. С пармезаном. Со всеми делами. С устровским соусом. На поджаренном хлебце. Час назад. Вы мне скажете. Так ты не заказывай с доставкой. Ты приходи и делай обзор. Пошли на... Окей, извиняюсь. Идите нафиг с такими предложениями. Само собой, если ты с камерами придешь куда-то что-то делать, тебе сделают вкусно. Мы делаем... Либо тебя не пустят вообще нахер туда. Нет. Либо тебе сделают очень вкусно, подлижут тебе везде. Либо тебя не пустят. Как это, господи. Женщина, которая везде пальцем проводит. Ключи вот этого. Да, да. Соус вкусный. Тост вкусный. Лосось вкусный. Все зашибись. Ну, оно вот приехало вот в таком вот контейнере. И здесь уже просто, ну, вода. И да, вы скажете, повторяюсь. А приходи туда и делай обзор там. Ага, отлично. Чтоб мне приехало... Чтоб мне показали, как у нас хорошо. Вы заказали, а вам приехало вот это. Мозги включайте. Ладно, это я хейтерам говорю. Хейтеры, люблю вас. Это было очень вкусно. Вот там, где это есть, я не знаю, где это. Я бы там это съел точно. Так, сырнички. Завтрачные сырнички. Че-падери. Это самые аккуратные по внешнему виду сырники, которые я когда-либо видел. Просто посмотрите на это. Но наверняка здесь будет недовес. 230 грамм это должно весить. Хотя здесь может... Ой, извиняюсь, один упал. Может быть. Сметана... Да. Ну, типа, окей. Я... Здесь есть сметана и просто как бы вареница. Поэтому мне интересно попробовать отдельно сырник. И показать вам текстуру сырника. Мягко. Так. Вот такая текстура. Знаете, почему они такие аккуратные? Они стаканами сделаны. Да, само собой, я знаю. Это стаканами. Вот так фигачиваются. Слышно, что стаканы, они... Да, я умею это делать. Но... Ммм... Неплохо. Не чувствую ничего отвратительного, чем бы их загущали. Само собой, сырники... Если просто из творога, они расплывутся. Вот. А... Чтобы они не расплывались, их нужно чем-то загустить. Я не чувствую здесь какой-то отвратительной муки. Или очень вкуса какой-то манки. Ладно, немножко чувствую. Но совсем капельку. В принципе, довольно вкусно. Сырники мягкие, нежные, офигенные. Но и стоят они, соответственно, 380 рублей за два сырничка. С другой стороны... С другой стороны, вы всегда можете на них навалить конфитюрчика и сметанки. В общем, неплохо. Честно, если бы я любил завтракать и жил бы там рядом, я бы, наверное, заходил. Это не точно. Нормальные люди не завтракают. Но это вкусно. Нормальные люди не покупают сырники в ристике. Ну, а блин, они слишком легко делаются дома. Ну, блин, ты зажрался, чувак. Делать дома всегда дороже. Ведь твое время стоит денег. Финалочка. Краб с хлебом к крабу. Друзья, мое почтение. Я вижу фаланги краба. Что у нас здесь? Хлеб краб. Краб вот такая подсушенная, но еще мягкая внутри чабата. Прям вот такая. Давайте взвесим. Фаланги, ну, 1100 рублей за 340 грамм. Но здесь даже с булкой никак не 340 грамм. Однако порция неплохая. Давайте. Давайте я прямо вот так возьму. Вот так. Оп. И фалангу эту вот так. 1100. Блин, у краба прям до хрена. Это неплохо. Я и говорю. Здесь прямо фаланги, прямо краба, их прям немало. Несмотря на то, что здесь в 99% блюд не соблюдаются граммовки. Но это хорошо. Кажется, 1100 рублей это много. Но на самом деле это хорошо. Икраб. Нежный. Сочный. Прям как будто бы даже не перемороженный. Хотя я понимаю, что он скорее всего все-таки был замороженный. Учитывая, что это завтрашная тема. И сочетание великолепное. То есть. Пикантные копченые томатики. Но их немного. Их прям совсем чуть-чуть. Петрушечка. Сливочки. Честно признаюсь, это, вот я вот так положу. Это. Это супер редкое блюдо с крабом, которое стоит своих денег. Обычно блюда из краба идут такие, что там 3,5 грамма краба, там чайная ложечка. А стоит это 3000. А здесь честные фаланги валяются. И сочетание сливок с копчеными томатами великолепное. Короче. Мораль какая. Заказывать это с доставкой не нужно. Я не знаю, зачем вам доставка. Потому что сырники остыли, все остыло. Многое приехать не может. Что-то там уже мокренькое. Но. Эд. А свет опять вырвался. Пофиг. Заканчиваем так. Мы и так для вас стараемся. У нас здесь столько светов, 3 камеры, извините. Ну мы, мы, у нас много камеры и всякое такое. Но. Это вкусно. То есть если бы вот когда мы во Вьетнаме были. И там был бы вот такой вот завтрачный фудкорт. Я бы туда приходил. Если бы я завтракал. Потому что нормальные люди не завтракают. Но это, черт подери, хорошо. То есть это вкусно. Огромовки. Они, собственно, не соблюдают. А с вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем. Кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok